ДИКТОМИЯ ДОБРА И ЗЛА Бабы! Ну и, конечно, игры, а также прочее ПО. Причем в этой категории мировым лидером является Россия. Вот и нет, клеветай ложь. А теперь к другим темам. Сегодня в выпуске. Какое будущее ждет Майкрософт? Кто взрывает чарты Стима? И почему Кодзима займется шпионажем? Так, че же оно не вызывается у нас? А вам помочь? Да вот хотел такси заказать, но че-то они в вашей финальной фантазии не работают. А вы попробуйте на чакоба? Нет, уж спасибо. Лучше каршеринг. Не нравятся мне эти ваши чакобы. Не нравятся? Не нравятся. Да вы просто не умеете их готовить. Нет, нет, барышня. Ну, разве так можно? Давайте лучше позвоним в фудбенд. У них как-то понадежнее будет. Они сами готовят и доставляют. Причем круглосуточно. Работают и в Москве, и в других городах. И даже в Казахстане, в Алма-Аты. В Люберцах на этой неделе открылись. И без всяких чокобо. А если воспользоваться промокодом «Навигатор», то получите хорошую скидку на все заказы и на любые блюда. Если кушать хочется так сильно, что и в самом деле готовы съесть целого чокобо, то возьмите пиццу. К примеру, классическую пепперони. Или вот изысканную с пармской ветчиной. Имеется в меню и богатый выбор роллов с лососем и морепродуктами. А еще красивые и вполне себе зожные покеболы с рыбой или креветками. Кроме того, вкусная лапша. Например, с курицей по-пекински. И множество других горячих блюд со сковородки. И, конечно, закуски. Крылья в соусе барбекю, картошка фри и много чего еще. А теперь еще и пицца-роллы появились. Крученая пицца. Ноу-хау 21 века. Жмите по ссылке в описании на сайт или приложение Фудбенд. И прямо по-русски пишите код навигатор. Скидка будет вообще на все заказы и на любые блюда. Как тебе крылышки в соусе барбекю? Прекрасно. На вкус как чокоба. Может быть, я и недооценивал этих ваших чокобов. На игровой сцене появился новый боец, который сумел одолеть даже покемонов с пушками. Шутер Helldivers 2 взорвал Steam и взлетел на первое место в чарте продаж, став самым успешным ПК-релизом Sony. Без проблем тут, конечно, не обошлось. Игровые сервера оказались не готовы к такой люто-бешеной популярности. Так что разработчикам, как это водится, пришлось извиняться и обещать все исправить. Есть проблемы и у другого хита этого года. Создатели Pal World экстренно ищут новых сотрудников, потому что человеческий круг им уже на все не хватает. Ну а покемонов, которых можно было подрядить на такое дело, увы, попросту не существует. А вот у создателей Baldur's Gate 3 горячая пора осталась позади. Теперь можно расслабиться и радоваться новым достижениям игры. Недавно вот она набрала полмиллиона отзывов в Steam. Свен Винке признался, что просто обожает их читать. У хозяйки всея D&D, компания Hasbro, тоже был повод для позитива. Стало известно, что благодаря лицензионному соглашению с Лориан, она заработала на третьем Балдуре аж 90 миллионов долларов. Не остались в накладе и простые игроки. Их должен взбодрить новый, причем весьма необычный патч. Главной его фишкой стала улучшенная анимация поцелуев. Иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста. Романтики хочется. Глава Xbox'а Фил Спенсер за все ответил. Речь о недавних слухах. Мол, у Microsoft все плохо, компания завязывает с консолями и отдает все эксклюзивы с саням. Побурлило тогда изрядно, так что пришлось успокаивать излишне разгоряченную общественность. В итоге выяснилось, что сворачивать консольный бизнес мелкомягкие не планируют. Более того, новый Xbox уже разрабатывается. А вот эксклюзивами Microsoft все же поделится. Спенсер подтвердил, что четыре их игры выйдут на PlayStation 5 и Switch. Что это будут за переселенцы, Фил не уточнил, но по слухам в этот список попали Sea of Thieves, Pentiment, Grounded и Hi-Fi Rush. Но вот тот же Starfield и нового Индиана Джонса корпорация пока придержит. А еще было объявлено, что в Game Pass появится первая игра Activision Blizzard. Речь идет о Diablo 4. Отметились на прошлой неделе громкими заявлениями и ближайшие конкуренты Microsoft. Президент Sony Group заявил, что крупных релизов по своим франшизам до следующего апреля у них не планируется. Хотя это, конечно, не значит, что игр вообще не будет. Будут, разумеется. Но в основном от сторонних студий. А вообще Sony тоже выступает за мультиплатформу. Правда, под это определение у них пока попадает только ПК. Ты, по-моему, перепутал. Восемь лет фанаты просили Кодзиму вернуться к разработке игр в стиле Metal Gear Solid. Кодзима все откладывал и откладывал, а потом понял, что его гений конечен, а сам он смертен. Осознание это пришло в 2020 году, когда Хидео тяжело заболел. Так что теперь, честно потрудившись над двумя частями Дев Стрэндинга, он, наконец, снова решил взяться за жанр шпионских игр. Так и родился анонсированный недавно Физинт. Кодзима уверен, что эта игра станет кульминацией его карьеры, а все, кто ждал, дождутся. Теперь об уточнениях. Проверенный инсайдер Dusk Golem вспомнил свой недавний слив о пяти разрабатываемых Резидентах и дал важное пояснение. В данном списке точно будет несколько ремейков. Не исключено, что одним из них станет переделка пятой части. Юбисофт же тем временем уточнили дату выхода нового Assassin's Creed. Издатель планирует, что билеты в средневековую Японию начнут выписывать в следующем финансовом году. То есть где-то между первым апреля 2024 и 31 марта 2025. Только бы дожить до светлых дней. Только бы дожить. А вот чего руководство Юбисофт никак не планировало, так это забастовку сотрудников своих французских подразделений. А их у компании целых три. В Париже, Монпелье и Анси. Забастовка, правда, пока предупредительная. Народ как бы намекает, что инфляция прет, а зарплаты за ней уже второй год не поспевают. В итоге сотрудники просили прибавку в 5%. Но вот боссы компании заявили, что больше двух-трех процентов никак не осилят. Посмотрим, чья возьмет. Денежку, пожалуйста. Нет-нет, никаких денег. Денежку, пожалуйста. Денежку. Дай-дай-дай-дай. Бен, дай ей денег. Так будет проще. Переходим к новостям о Нинтендо. По сети пошла информация, что не за горами презентации ее новой консоли. Судя по всему, речь идет о новой и улучшенной во всех отношениях версии Switch'а. Показывать же ее должны в марте, причем до начала Game Developers Conference, которая стартует 18-го числа. Не за горами и старт предзаказов. Кстати, ранее уже появлялись утечки о том, что ряд студий вовсю работает над играми для новой консоли. Сама же Нинтендо пока сохраняет молчание и официально ничего не комментирует. Корейский экшен Stellar Blade, ставший одним из героев недавней презентации Sony, вызвал немалый ажиотаж у публики. По предзаказам игра вышла на третье место по популярности в Японии и на пятое в Штатах, чему, возможно, в немалой степени поспособствовала внешность главной героини и особенно филейная ее часть. Разработчики признались, что уделили этому аспекту особое внимание. Дескать, а как иначе? Ведь именно на спину героини и на то, что пониже, народ и будет смотреть большую часть времени. Кстати, и в Корее эксклюзив для плойки получил возрастной рейтинг только для взрослых. Причины — откровенные женские наряды и кровавая боевка. Прошу прощения. А-а-а! Все в порядке. Я просто читал мантры. А вот еще один эксклюзив для PS5 в Корее вообще не выйдет. Речь идет об историческом экшене Rise of Ronin от студии Team Ninja. Главный разработчик этого проекта как-то обмолвился, что посвятил игру японскому политику и философу 19 века Сё-Ино Йосида. А его как раз в Корее, мягко говоря, недолюбливают, потому как он активно выступал за захват этой страны. И она в самом деле была захвачена Японией, но много лет спустя после смерти Йосиды. Sony, впрочем, решила перестраховаться и корейский релиз отменила. Совсем. Насрать! Ну и под конец немного дичи. И сегодня в нашей постоянной рубрике гостит сама Близзард в компании со своей дичайшей жадностью. Проявилась же она в цене набора из пяти разноцветных порталов для Diablo 4. Обойдется этот комплект не первой необходимости аж в 30 баксов. Причем каждый цвет привязан к строго определенному классу. Не исключено, впрочем, что со временем Близзард этот недочет исправит, выпустив какой-нибудь патч. Ну, за дополнительную плату. Разумеется. Если я стану отдавать тебе твои монеты, вдруг между ними попадутся и мои. А своих денег я не намерен отдавать никому. Вот и все на сегодня. Увидимся теперь уже на следующей неделе. А если хотите слышать меня чаще, подписывайтесь на наш Бусти и смотрите выпуски хороших игр. А еще заходите в нашу ламповую группу ВКонтакте и катайтесь на телеге. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok